Продолжение следует... Раз, раз, раз. Скажите, пожалуйста, как нас слышно? Устал. Слышно хорошо. Все, я понял. Спасибо. Здравствуйте. Слышно. Вас слышно вообще? Вас тоже слышно, да. Николай, а вы можете чуть-чуть погромче, либо ближе к микрофону подвинуться? Ну да, да. Спасибо. Уважаемые гости! У 14.30 в зале пленарного заседания состоится сессия Diversity and Inclusion in Digital Age. Синергия для достижения технологического лидерства. Вы узнаете, как принципы инклюзии и многообразия поднимут прибыль вашей компании на 25%. Спасибо. 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 Добрый день, уважаемые участники конференции. Мы сегодня хотели бы рассказать о проекте Евразийской экономической комиссии «Унифицированная система поиска. Работа без границ». И для начала разрешите продемонстрировать небольшой информационный ролик. Пожалуйста. Наш мир стремительно меняется. И мы меняемся вместе с ним. Цифровые технологии помогают отвечать на вызовы современности, оперативно реагировать на изменения и быть во всеоружии в любой ситуации. Они снимают барьеры и стирают границы. Представьте, вам нужно быстро найти работу или наоборот найти необходимого специалиста, не ограничиваясь рамками своей страны. В 2019 году Евразийская экономическая комиссия совместно со странными участницами Евразийского экономического союза запустила проект по созданию системы для поиска вакансий и соискателей на пространстве всего союза. Система «Работа без границ» реализована в рамках цифровой повестки ЕАЭС. Она помогает обеспечить взаимодействие рынков труда стран-членов союза с помощью цифровых инструментов. В поисковой системе «Работа без границ» взаимодействуют пять национальных информационных систем в сфере трудоустройства стран ЕАЭС, а именно их базы вакансий и резюме. «Работа без границ» — первый шаг на пути к созданию цифровой экосистемы в сфере трудоустройства и занятости. Для пользователей, граждан и работодателей стран Союза это прежде всего удобный инструмент с интуитивно понятным интерфейсом. Гибкая система фильтров помогает настроить максимально результативный поиск и найти все необходимое. Представим, что у вас есть опыт в дизайне компьютерных игр и вы ищите новую работу. Для начала вам нужно авторизоваться в национальной системе по трудоустройству, в каждой стране она своя, и перейти в поисковую систему «Работа без границ». В строке поиска ввести название желаемой должности и настроить фильтры по сфере деятельности, графику и типу занятости, уровню заработной платы и многому другому. Для удобства предусмотрена конвертация зарплаты в разной валюте. Также можно искать работу в разрезе регионов любой страны. Это очень удобно. Если вакансия подходит или же остались вопросы к работодателю, нужно просто нажать кнопку «Откликнуться» и заполнить небольшую форму. Достаточно вашего имени и слов приветствия. Остальные данные подтянутся автоматически из резюме. Работодатель получит уведомления в системе. Ему будут доступны все контакты для связи с потенциальным сотрудником. Если кандидат не подходит, работодатель может продолжить поиски сотрудника самостоятельно, изучив размещенные на портале резюме. Система создана с учетом требований национального законодательства стран Евразийского экономического союза. Ее распределенная архитектура позволяет сохранять массивы данных в национальных системах. При этом персональные данные пользователей не хранятся и не передаются из системы в систему. Работа без границ – это удобно и безопасно. Система прошла испытания, и скоро для пользователей будет доступна общая база вакансий и резюме Евразийского экономического союза. А это более полумиллиона вакансий и порядка 4 миллионов на резюме. Работа без границ – еще больше возможностей для поиска работы и персонала. У нас такая вводная часть с роликом. В первую очередь, разрешите представиться, Житписа Вайнур, помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии, руководитель проекта со стороны комиссии. Главная цель проекта, который был запущен Евразийской экономической комиссией в 2019 году в конце – это создание поисковой системы по поиску вакансий и соискателей. В нашем проекте участвуют все пять стран, которые входят в Евразийский экономический союз – это Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Крыгызская республика и Российская федерация. Наш проект направлен, прежде всего, на расширение взаимодействия рынков труда Союза, на расширение функционала национальных информационных систем. Поскольку проект носит международный характер, то, конечно же, организационная часть носит очень важный момент. Так вот, для нашего проекта мы определили в первую очередь две группы участников. Первая группа участников – это национальные заказчики-координаторы. Это государственные уполномоченные органы, которые оказывали содействие комиссии при реализации проекта, осуществляли мониторинг, контроль за работами на национальном уровне. Евразийская экономическая комиссия взяла на себя основную связующую роль, координирующую роль решения всех технических, организационных и финансовых вопросов. Вторая важная группа участников – это операторы национальных компонентов. Для их работы был сформирован консорциум, куда вошли пять организаций из всех стран Союза. И эти организации, операторы национальных компонентов, у нас осуществляли техническую реализацию нашего проекта. Вот на данном слайде представлен наш консорциум. Координатором консорциума является компания БФТ, одновременно национальный оператор от Российской Федерации, от Республики Армения. Оператором у нас является фонд, информационно-технологический центр социальных услуг НОРК. От Республики Беларусь – это Центр информационных технологий Министерства труда Республики Беларусь. От Республики Казахстан – это у нас Центр развития трудовых ресурсов. И от Кыргызской Республики – информационно-консультационный центр Государственной службы миграции. В нашем проекте задействованы пять национальных информационных систем, то есть их базы, вакансии и резюме. Так вот, от Республики Армения у нас в проекте участвует информационная система ГОРДС. На слайде вы можете увидеть основные такие показатели данной системы. От Республики Беларусь – это информационный портал Государственной службы занятости. От Республики Казахстан – информационная система электронная биржа труда. От Кыргызской Республики – информационная система занятость. И от Российской Федерации – информационно-аналитическая система, общероссийская база вакансий, работа в России. В проекте используется распределенная архитектура. Так, все пять национальных информационных систем взаимодействуют с собой на основе унифицированного, уникального интерфейса и АПИ. Надо подчеркнуть, что все пять систем, они курируются государственными органами, соответственно, уполномоченными, да. И за счет именно этого обеспечивается достаточно высокий уровень достоверности информации, поскольку вся информация о вакансиях от работодателей, а также идентификация граждан, да, как соискатели, все эти проверки осуществляются на национальном уровне при содействии соответствующих уполномоченных органов. Также еще одной особенностью нашего проекта является то, что в нашем проекте не используется трансграничная передача и хранение данных. Так, информация, пользователь видит информацию о вакансии или же, если говорить со стороны работодателей, информацию по резюме, видит только в тот момент, пока открыт веб-браузер. Непосредственное хранение всех данных касаемо вакансии и резюме осуществляется в национальной системе. Тем самым, были соблюдены требования о защите персональных данных. В рамках проекта был проведен перечень пул интеграционных работ. На данном слайде основные из них представлены. Это и реализация методов API, и реализация механизма отбора данных, конечно же, мэппинг, механизм формирования результирующего набора данных, реализация единого уникального интерфейса и методы взаимодействия этих всех систем. При запуске проекта Советом Евразийской экономической комиссии был утвержден паспорт проекта, а также верхнеуровневый план. Так вот, в паспорте проекта еще при запуске были утверждены основные показатели результативности проекта, которые мы должны достичь по результатам одного года промышленной эксплуатации. Вот они на этом слайде представлены. Это четыре показателя. Количество пользователей системы, количество откликов по вакансиям, количество обращений к системе и количество приглашений от работодателей. Надеюсь, что через год мы все эти показатели не только достигнем, но даже перевыполним. Поскольку, наверное, дальше я передам слово, и мы уже непосредственно в живой системе продемонстрируем вам, как работает унифицированная система работы без границ. Для этого разрешите мне передать слово представителю нашего координатора консорциума от компании ВФТ, Моисееву Илье Вячеславовичу. Он нам продемонстрирует уже непосредственно, как работает система и покажет нам буквально несколько примеров, чтобы было понятно, в чем состоит сущность нашего проекта. Пожалуйста. Да, большое спасибо. Всем добрый день. Я могу включить демонстрацию экрана, да? Включил? Видно? Отлично. Ну что же, начнем с того, как мы вообще можем попасть в нашу замечательную систему работы без границ, чтобы подобрать себе кандидата на работу, либо найти работу. У нас есть, как сказал уже Айнур, пять информационных систем, так называемых национальных компонентов. В каждой стране есть свои правила авторизации в этих национальных компонентах, и только авторизовавшись в национальных системах мы можем попасть на работу без границ. Ну, начнем мы показ вот с нашего стартового, так сказать, базового интерфейса системы работы в России, национальный компонент Российской Федерации. У нас сейчас произошел редизайн. Она уже, может быть, для многих уже в привычном виде, для кого-то еще не очень привычном. Мы здесь видим вкладку «Сервисы». Можем перейти на работу без границ, нажав соответствующую кнопку. Переходим на стартовую страницу поиска вакансий по странам ЕС. Работа без границ – это расширенный поиск, где мы можем найти вакансию, так как мы авторизовались как соискатель, и можем найти себе вакансию во всех пяти странах одновременно, либо отключив от поиска какие-то страны по желанию. Это делается очень просто, вот нажимая на такие красивые клавиши. Можем просто нажать кнопку «Найти» и перейти к более детальному поиску. Сразу же подгружаются все вакансии из всех информационных систем. Сразу же говорю, что сейчас пока система не в промышленной эксплуатации, поэтому данные тестовые и вакансий, естественно, не так много. Соответственно, мы можем использовать фильтры для того, чтобы искать вакансии по всем странам или отдельно какой-то из стран. Здесь все сделано достаточно удобно. По географии, по территориальному признаку мы можем выбирать любой регион любой страны, которая участвует в проекте. Можем попробовать посмотреть, какие есть вакансии в нескольких, скажем, областях Кыргызстана. Вот, соответственно, у нас идет подборка исключительно по этим областям. Также у нас представлена в дальнейшем гибкая система фильтров, в том числе по сферам деятельности. Сфера деятельности – это, так скажем, справочник, который был подготовлен в рамках проекта на основе соответствующих справочников всех пяти стран. Был произведенных маппинг, как уже сказала Айнур, как и по всем остальным нашим фильтрам. Была проведена достаточно большая глубокая аналитика, и здесь мы остановились на порядка 35-6 значениях по сферам деятельности. И, в принципе, можно искать непосредственно по ним. Также у нас представлен фильтр «Валюта». Мы разместили здесь пять валют стран ЕАЭС плюс две общераспространенные доллары евро. Мы можем смотреть в любой понравившейся нам валюте, например, в белорусских рублях. Моментально идет перерасчет. И если мы переходим к какой-либо из вакансий, мы сможем увидеть заработную плату в соответствующей выбранной нами валюте. Реализовано подключение по методам API к всем системам пяти стран, к национальным банкам. И, соответственно, перерасчет по курсу идет в режиме онлайн. Естественно, фильтры «Заработная плата», «Опыт работы». Такие также фильтры используются здесь стандартные, как тип занятости. Всего четыре значения мы здесь определили разместить, потому что по типу занятости оказалась очень большая дифференциация в странах. И, в общем, сошлись на полной временной сезонной дистанционной работе. Ну, посмотрим, что у нас есть в сфере информационных технологий в дистанционном формате. Всего лишь несколько. Но это тестовая база. Соответственно, по графику работы также различались справочники всех стран по значениям очень сильно. И мы пришли к выводу, что можно сделать просто поиск по полному рабочему дню и не по полному. Соответственно, также есть фильтр уровень образования. Также на основе аналитики сопоставления справочника всех стран у нас разработан этот справочник. Можно искать по названию компании. Мы, допустим, возьмем крупного производителя пищевой промышленности Беларуси, Савушкин Продукт. Пожалуйста, здесь можно найти вакансии именно этой компании. Ну, и также у нас здесь размещено еще пара фильтров. Это знание языков, все языки мира здесь сразу же, мы не ограничиваемся. И вакансии, подходящие для лиц с инвалидностью. Что мы можем, собственно, также еще сделать в нашей системе? Не только найти вакансию или резюме, но мы можем отправить отклик или приглашение работодателю либо кандидату-соискателю в другую страну. Ну, давайте попробуем на нашей тестовой вакансии. Найдем ее. Специалист по кадрам из Казахстана. Соответственно, как мы уже говорили, информация не передается из страны в страну, из одной информационной системы в другую. Мы видим, когда переходим на карточку вакансии, все данные об этой вакансии, название организации, где она находится. Все мы это видим только в момент времени. Эта информация не сохраняется у нас в личном кабинете российского пользователя. Требования кандидату, должностные обязанности, знание языков. Валюта, зарплате, как я уже говорил, здесь представлена в двух вариантах. В той, в которой мы ее изначально искали, а также в местной валюте, потому что это может быть удобным человеком, который будет переезжать в другую страну, понимая, сколько он будет получать в местной валюте. Давайте попробуем откликнуться. Можно подтянуть автоматическим способом к отклику сведения из любого резюме, которое размещено в национальной системе России. У нас их три у пользователя, специалист по управлению персоналом. Здесь нужно ввести свое имя, потому что данные не передаются из системы в систему, поэтому работодатель в нашем будущем должен знать, как к нам обращаться. Ну и какой-нибудь сопроводительный текст, без него мы отклик отправить не можем. Отправляем отклик, уведомление о том, что он успешно ушел, и работодатель в национальной системе Казахстана, сейчас секунду, тут же получает уведомление, что пришло новое резюме из системы работы без границ. Переходит по этому уведомлению в личном кабинете к перечню откликов приглашений и видит, что пришел отклик от Анны на определенную вакансию. Можно просмотреть этот отклик, и мы сразу же переходим в систему работы без границ, куда подтягиваются сразу же, опять же, подчеркну, только в момент времени, как только мы браузер закроем, личные данные контактные пользователя исчезнут, потому что это запрещено условиями проекта, они не сохраняются в национальной системе Казахстана. Полная фамилия и отчество, и мы также можем посмотреть на резюме этого пользователя. В момент времени вся информация опять же подтягивается, со всеми контактными личными данными, мы можем посмотреть, какой опыт у человека работы, какое образование, какое знание языков и любую дополнительную информацию, которая размещена в его национальной системе, в его резюме. Также мы можем со стороны, например, казахстанского работодателя перейти в работу без границ и, скажем, найти резюме, чего-нибудь. Фильтры у нас здесь очень похожи, добавляются такие фильтры, как возраст, пол, и, соответственно, давайте попробуем отправить отклик, ну, например, в Армению. Не отклик, извините, а приглашение на работу в Армению. Вот у нас есть тестовое вакансие, тестовое резюме. Так оно выглядит, здесь, соответственно, вся информация о человеке без личных контактных данных, мы его можем пригласить на работу. Вводим название нашей организации и пишем приветственный текст. Приглашение тут же уходит. Мы находимся сейчас, я перешел в национальную систему Республики Армения, Гордс, workforall.m. Вот, как и в приглашениях, мы тут же увидим свеженькое уведомление о приглашении на работу из Казахстана. И здесь мы видим контактные данные, по которым мы можем дальше связаться с будущим работодателем, а не организацией, и также можем посмотреть на вакансию, которую нам предлагают. Соответственно, здесь будет вся информация, включая заработную плату и все, что нужно человеку знать о будущей работе. Также в системе работы без границ можно перейти на другие страницы, которые могут быть интересны пользователям. Это страница о проекте, где вкратце изложена информация о самом проекте, и дана ссылка на официальную документацию для тех, кто хочет более глубоко изучить вопросы. Мы перейдем на страницу цифровой повестки ЕАЭС, где можно посмотреть на абсолютно всю документацию проекта в деталях. Также есть страница статистики, где мы можем просмотреть по четырем показателям, которые озвучила моя коллега Айнур. Это количество уникальных пользователей обращений к системе. Там мы сможем посмотреть информацию по всем странам. Также мы сможем посмотреть информацию по другим показателям. Это количество откликов по вакансиям и приглашений от работодателей на работу. Сейчас это сделано на тестовых данных, пока мы проводили опытную эксплуатацию, тестирование системы. Естественно, в момент времени мы можем выбирать даты, сортировать по датам. Это все будет в режиме онлайн по реальным данным. Также есть функционалы, естественно, помощи, руководство для соискателей, для работодателей в удобном режиме. Со скринами и подробными инструкциями, где мы сможем найти ответы на любые вопросы, которые нас могут интересовать. Если мы чего-то не нашли, то мы можем обратиться в службу поддержки. Здесь тоже достаточно интересное решение для проекта было выработано. Так как система размещается одновременно на мощностях пяти стран, то и обращение службы поддержки идет в соответствующие страны. Если мы сейчас зашли в работу без границ, обращаю ваше внимание, из армянского национального компонента, то мы попадаем на страницу службы поддержки армянской системы, где уже предзаполнены имя, фамилия, иные данные. И можем уже отправить сообщение, где расписать, что нам нужно, какая помощь нам потребуется, и нам, естественно, ответить. В каждой из систем реализовано это по-своему. Где-то просто идет ссылка на страницу с данными службы технической поддержки, и там уже можно будет непосредственно обратиться к ним по телефону, либо по e-mail. Еще интересно то, что забыл, извините, сказать, по откликам и приглашениям. Как я уже вам показывал, отклики и приглашения видны в личных кабинетах у пользователей в национальных системах. Но есть и, так скажем, изюминка. Например, в Республике Беларусь данный функционал реализован посредством e-mail. То есть отклик и приглашение приходит пользователю на личную почту, которую он указал. И, соответственно, в почтовом ящике пользователь может перейти на работу без границ, предварительно авторизовавшись в своем национальном компоненте. Без авторизации отклик с личными данными другой стороны контрагента посмотреть невозможно. Ну и также есть у нас информационная страница о наших замечательных партнерах, которые участвовали в этом проекте. Собственно, перейти можем к любому из них. Например, на государственный портал службы занятости Кыргызстана, занятости Кэйджи, где можем посмотреть на ситуацию на рынке труда в Кыргызстане. Ну, если вкратце, у меня, наверное, все. Я остановлю демонстрацию. Да, спасибо большое, Илья. Как вы видите, первый шаг процесса трудоустройства, который осуществляется всеми пользователями в любой системе, это поиск вакансий или поиск резюме. Именно вот этот первый шаг мы и реализовали в своем проекте на международном уровне с участием информационных систем, пяти информационных систем и стран, в которых уже накоплена эта база вакансии и резюме. И все работы мы уже по проекту завершили. И с 1 июля 2021 года у нас система будет введена в промышленную эксплуатацию, единовременно во всех национальных компонентах, то есть во всех странах ЕС. И она будет доступна для работодателей и для граждан ЕС. Все сервисы, которые мы реализовали в данном проекте, они у нас бесплатные. Поэтому любой гражданин или любой работодатель Союза может просмотреть информацию. Если до нашего проекта в национальной системе можно было эту всю информацию просмотреть исключительно по одной стране, то после интеграции и реализации нашего проекта в каждой из национальных систем появляется дополнительный поиск и еще плюс по четырем странам. Мы когда этот проект был реализован в рамках цифровой повестки Евразийского экономического союза, и мы даже выделили отдельное направление, была проведена в 2019 году научно-исследовательская работа, и мы выделили целое направление, которое мы назвали цифровой экосистемой по обеспечению трудоустройства и занятости. И данный проект является таким нашим первым шагом для реализации уже полноценной цифровой экосистемы. Цифровую экосистему мы для себя видим сервисного характера, в который будет включать в себя множество различных сервисов, которые помогут нашим гражданам или работодателям в процессе трудоустройства, поскольку вы знаете, этот процесс, он такой итерационный, есть много шагов, которые необходимо сделать, и еще учитывая то, что речь идет о международном трудоустройстве, то, наверное, шаги даже дополняются, их больше. И вот именно реализация всех этих транзакций – это и есть основная такая цель построения большой цифровой экосистемы. И вот о наших планах мы планируем продолжить работу по реализации этого направления цифровой повестки. Вот сейчас Илья расскажет о наших планах. У нас вот к консорцию, к концу нашего проекта сформировал предложение. Все страны участвовали, все внесли свои предложения, мы их, в общем-то, все объединили. И вот Илья покажет такой свод предложений, которые мы вот сейчас рассматриваем для дальнейшего развития и для формирования уже полноценной цифровой экосистемы. Пожалуйста. Вновь большое спасибо. Постараюсь сейчас не отнимать много времени, не загружать большой информации, но на самых интересных моментах остановимся. Действительно, в конце реализации проекта у нас была задача с коллегами разработать план развития. Мы все приложили достаточно усилий, чтобы подумать о том, как это будет выглядеть у нас в будущем. И даже на старте проекта мы уже понимали, что одним мета-поиском, без единой какой-то цифровой платформы, без единого пространства мы дальше не продвинемся, потому что сразу же возник вопрос, когда мы начали планировать страницу со статистикой. А как нам собирать более глубокую аналитику и строить модные дашборды? Соответственно, без платформы уже никак. Поэтому не только в целях создания какой-то аналитической системы для принятия решений, но и в целях повышения комфортности и оказания полного комплекса услуг для трудовых мигрантов с различным правовым статусом и предоставления услуг сопутствующих трудовой миграции, собственно, мы и проделали эту работу для того, чтобы помочь повысить прозрачность, стереть границы, убрать барьеры для перемещения участников рынка труда по странам. ИАЭС действительно уже максимально, возможно, без границ. Соответственно, мы сразу же определили, что ядром, так скажем, распределенным ядром должна стать цифровая платформа, в рамках которой будут располагаться ряд цифровых сервисов, как очень крупных, так и менее крупных. Мы сейчас о них более подробно расскажем. Наиболее крупными и, так скажем, образующими являются электронный трудовой договор, информационная поддержка пользователей и достаточно крупные и полезные очень для массового набора работников CV-мечек. Ну, и по-другие пользовательские сервисы, безусловно, тоже подробно. Начнем с информационной поддержки соискателей-работодателей. Мы предполагаем, что для соискателей и работодателей всех стран необходимо прозрачное и понятное, в удобном виде поданное не только справочная информация о правовых аспектах, о рынке труда в целом, выбранного нами региона, и выдан общий алгоритм действий. Но и, исходя из профессии, в которой мы ищем работу, мы предполагаем, что пользователю будет удобно построить себе индивидуальный маршрут трудоустройства. Ну, например, он выберет себе, скажем, профессию электрика в какой-либо из стран. Ввиду различных совершенно требований к трудоустройству по определенным родам занятости, по определенным видам профессий, могут быть различные процедуры по трудоустройству, аттестация, квалификация. Вся эта информация должна сохраняться у пользователя в удобном для него графическом виде, так скажем, roadmap, по которой он может в дальнейшем идти и понимать, какие документы он должен оформить, также будут размещаться сами форматы этих документов, планки, куда он их может подавать, если есть электронные сервисы, уже разработанные в государство для подачи соответствующих документов, прохождения квалификации, комиссии и так далее. Естественно, он будет туда перенаправляться для того, чтобы максимально удобно пользователю было ориентироваться на пока непривычном для него рынке труда за рубежом. Следующий такой масштабный сервис, скажем, образующий, это электронный трудовой договор. В двух странах ЕАЭС уже сделан огромный шаг, и вот-вот уже будет введен, растиражирован на всю страну электронный трудовой договор в Российской Федерации и в Казахстане, насколько вам известно. Соответственно, для того, чтобы нам реализовать аналогичный сервис для всех стран ЕАЭС, нам здесь нужно будет пройти два больших пути. Это технологический стэк и нормативный. Мы все знаем, что, в принципе, разработать информационную систему по электронному трудовому договору, это, конечно, занимает определенное время, планирование, разработка, отладка и так далее, но еще больше времени занимает вопросы нормативно-правового характера. Соответственно, данный путь необходим будет пройти всем странам, и это также займет много времени, но должно являться нам помехой для развития, только способствовать этому. Каким же образом, собственно, планируется реализовать сервис электронного трудового договора? Спросите вы, ведь там же есть персональные данные, существуют определенные требования по их защите у каждой из стран. Мы с коллегами в рамках проработки более детальной этого плана по развитию, созданию сервиса, уже подготовили, скажем, предложение по использованию единой информационной системы Евразийской экономической комиссии и ее сервисов. У Евразийской экономической комиссии есть такая система, доверенная третья сторона, ДТС, у которой в ближайшее время уже будет введен промышленную эксплуатацию, насколько нам это известно, функционал по заверению национальных электронных подписей, что нашу проблему, в общем, действительно с заверением решает. И посредством транспортной подсистемы этого единого информационного контура мы можем передавать определенную информацию контрагенту. Предполагается, что пользователь, допустим, работодатель будет работать в своей национальной информационной системе, формировать электронный трудовой договор и подписывать электронной подписью. Дальше файл уходит в работу без границ, в национальный компонент нашей распределенной платформы будущей. Происходит на стороне доверенной третьей стороны ЕЭК заверение подписи, и в другую страну отправляется уже не сам файл электронного трудового договора, который содержит персональную информацию, а определенные технологические атрибуты, которые также размещаются на другом уже контуре работы без границ в другой стране и передается оттуда, вот эти вот все технологические атрибуты, в национальную информационную систему, где работает соискатель, которого приглашают на работу и предлагают заключить трудовой договор. Соответственно, соискатель по ссылке открывает трудовой договор, который не передается ему непосредственно на национальную систему, подписывает его своей национальной подписью электронной по тем правилам, которые установлены государством, и может у себя его сохранить у себя на компьютере, в личном кабинете, как хочет. Но это уже будет непрямая передача данных. Ну и, соответственно, в обратном порядке идет заверение подписи на стране доверенной третьей страны и уходит через транспортные каналы по шлюзам национальным обратно к работодателю вся необходимая информация. Таким образом, трудовой договор сам с персональными данными не передается между системами, а вся информация заверена официально и хранится у пользователей. Достаточно удобно и просто. Возможно, звучит тяжело, но для пользователей это будет незаметно. Ну и, соответственно, к нашей платформе. Мы предполагаем реализацию платформы работы без границ с реализацией таких технологических принципов для подключения к системе других стран без существенных затрат и с целью минимизации личного оффлайн-взаимодействия. Сейчас в проработке у нас более детальной находится предложение по архитектуре Евразийской цифровой платформы работы без границ, которая будет размещена в каждый из стран. И документация в ближайшее время будет также вынесена на рассмотрение Евразийскую экономическую комиссию. На этой платформе будут размещены пользовательские сервисы. Их несколько, остановлюсь на нескольких из них. Причем, обращу внимание, пользовательские сервисы будут касаться не только внешних пользователей системы, то есть работодателей, соискателей и так далее, но и, так скажем, внутренних пользователей, то есть непосредственно Евразийской экономической комиссии, которая будет заинтересована, например, в большом аналитическом функционале, а также в подсистеме управления всей этой платформой. Для внешних пользователей будут представлены такие сервисы, как прежде всего это профориентация, благодаря чему пользователь сможет пройти соответствующее тестирование, построить свой индивидуальный профессиональный маршрут и найти себя на просторах стран ЕАЭС. Также, естественно, планируется мобильное приложение, такой очень полезный на самом деле сервис, как автокомплит для поисковых строк, потому что, возможно, пользователь, который еще ни разу не был на рынке труда, возможно, он не представляет, что там можно найти, и, соответственно, автокомплит, умный сервис должен ему в этом помочь. Также особняком мы выделили CV-мейчинг, который будет очень интересен для работодателей при массовом наборе. Все мы понимаем, что это такое. Это, по сути, сервис сопоставления вакансий и резюме с автоматическим формированием рекомендаций по ключевым параметрам. В работе в России уже реализован и проходит обучение на реальных данных данный сервис, и, собственно, мы предполагаем использовать действительно наш опыт в том, чтобы создать такой сервис для непосредственно всех стран ЕС. Безусловно, уже проработано предложение по различным сценариям системы сопоставления. Для пользователя это будет достаточно просто. Он выбирает резюме, внутри системы происходит сопоставление данных, оценка, и ему выдается информация по рекомендации, соответственно, резюме или вакансии, которые ему подойдут. На этом, наверное, у меня все. Большое спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Оля. Ну, как вы видите, у нас планы достаточно большие, и цифровая экосистема у нас будет с множеством различных сервисов, и мы вот сейчас, как Илья уже сказал, приступили к процессу обсуждения, какие сервисы мы будем делать в первую очередь, то есть этапность сервисов, их наполнение. Вот сейчас мы находимся как раз в процессе обсуждения с нашими странами всех этих дальнейших планов. И, конечно же, хочется сказать, что основное, как и отличие системы, унифицированной системы поиска работы без границ, так и в дальнейшем цифровой экосистемы Евразийского экономического союза по трудоустройству и занятости, мы хотим сохранить принцип распределенной архитектуры. Это очень часто бывает многим изначально данная архитектура непонятна, но нужно не забывать, что все проекты и все сервисы у нас международные, в них участвуют пять стран, и это обязывает и накладывает очень большую ответственность, а иногда и ограничение при реализации таких технических сервисов или же платформ. И вот мы надеемся, несмотря на то, что, конечно, мы сейчас в предложениях переходим уже на другой уровень, как Илья сказал, от метапоиска уже к платформе, да, но тем не менее хотим сохранить распределенный принцип архитектуры. И наш проект, в нем есть у нас большая команда международная, которая помогала комиссии и вместе с нами, проходила весь путь, все работы, есть у нас консорциум, который, как я уже говорила, осуществлял у нас техническую реализацию. Вот сегодня все и здесь представители от стран у нас присутствуют, плюс еще представители от Кыргызстана и Казахстана у нас подключены онлайн. И, как традиционно, у нас в Евразийской экономической комиссии по наименованию страны по алфавиту я бы хотела предоставить слово представителю оператора национального компонента от Республики Армения, Милкумян Арпине Давидовна. Пожалуйста, расскажите нам, конечно же, немного о вашей системе, поскольку именно непосредственно ваша база вакансии со стороны Армении участвует в нашем проекте и об участии в работе без границ. Пожалуйста. Спасибо большое, Айнор. Ну, я, пожалуй, начну с того, что технологический центр НОРК, то есть национальный оператор, уже в течение более 20 лет занимается автоматизацией бизнес-процессов в сфере социальной защиты Республики Армения. И в течение этого времени технологический центр НОРК уже разработал более 14 информационных систем, одна из которых была вовлечена в проект создания унифицированных систем поиска работы без границ. Ну, немножко так, не детально, да, так, вкратце расскажу о том, что из себя представляет информационная система наша. Ну, она называется информационная система по поиску работы и подбора персонала ГОРЦ. ГОРЦ с перевода из армянского на русский означает «дело», но она имеет еще и другое значение, это работа, да, что означает, что изначально эта информационная система была разработана именно для того, чтобы здесь собрать базу данных соискателей и, соответственно, работодателей и их вакансий. Если вкратце представить вашему вниманию тот функционал, который реализован в информационной системе ГОРЦ, то это будет выглядеть следующим образом. Информационная система ГОРЦ предоставляет возможности для регистрации соискателей, также регистрации работодателей и их вакансий. Информационная система имеет функционал взаимодействия с базами данных в сфере социальной защиты Республики Армения и других ведомств, что позволяет пользователю, например, выполнить идентификацию граждан Армении или юридических лиц, получая информацию из соответствующих баз данных. Также у нас выполнен, реализован функционал сопоставления данных соискателей и вакансий, и в результате чего соискатели могут для себя реализовать проблему трудоустройства. Также у нас имеется организация или реализация программ занятости, это государственные программы занятости, визиты к работодателям для мониторинга государственных программ занятости. Система дает возможность получить статистические отчеты, стандартные списки и выполнить фильтрации. Также графическое предоставление статистических данных, их отображение на картах Республики и Марса. Как дополнительные функции у нас система выполняет функцию обмена файлами и еще здесь осуществлен функционал комнаты беседы, своего рода чата, при помощи которого пользователи могут между собой обсуждать разные вопросы, касаемые сферы занятости и обменяться опытом, так сказать. Теперь перейдем к тем проблемам, с которыми мы столкнулись при реализации проекта, при интеграции информационной системы ГОРД с унифицированной системой поиска «Работа без границ». Я думаю, по большей части это будет более интересно, чем рассказывать о том, как вообще функционирует у нас информационная система. Если так суммировать эти проблемы, они будут представлены в двух основных пунктах. Первое из них это то, что информационная система у нас функционирует в локальной сети Министерства труда и социальных вопросов Республики Армения. То есть это означает, что доступ к информационной системе имеют только пользователи Министерства труда и социальных вопросов Республики Армения, а также сотрудники территориальных органов занятости. То есть у нас здесь была проблема относительно того, что граждане Армении, а также юридические лица, работодатели, которые хотели бы воспользоваться возможностями унифицированной системы поиска «Работа без границ», не имели возможности для себя создать индивидуальные учетки, создать свой личный кабинет и при помощи этого кабинета, соответственно, перейти на работу без границ и выполнять соответствующий поиск. Вторая проблема у нас была связана с языком. В Республике Армения государственный язык является армянский. И в соответствии с этим база данных у нас тоже на армянском. И у нас был здесь большой вопрос относительно перевода тех данных, которые уже собраны у нас в базе данных информационной системы ГОРЦ. Ну, если так относительно разделить эту проблему на две части, эта проблема будет выглядеть так. Проблема со справочниками и проблема с данными в текстовом формате. сейчас коротко расскажу о том, как мы… почему МИМИ не меняет слайд? А, поменялся. Извиняюсь. Видимо, тут какие-то технические… Это был слайд о проблемах. Особенности информационной системы ГОРЦ в контексте проекта «Работа без границ». Да. А, поменялся. А, поменялся. Угу. 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 Не буду заставлять вас ждать. Ну, первая проблема, как уже я отметила, это было касательно того, что у нас не существовал, так сказать, открытый контур, да, своего рода личный кабинет. Ну, в каком-то плане эта проблема имеет позитивный характер в том смысле, что одно дело изменить тот инструмент, который уже существует, а другое дело совсем, когда ставится задача разработки нового инструмента. Ну, естественно, изменить уже существующий инструмент, задача более трудная, и в этом плане у нас была, ну, своего рода очень интересная работа. И мы довольно-таки короткие сроки сумели разработать открытый контур, который позволяет уже соискателям и работодателям зарегистрироваться в режиме онлайн, и, получив из информационной системы ГОРД свои данные, обработать их при необходимости и, соответственно, перейти на поисковую систему работы без границ и оттуда найти нужное резюме или вакансии. Вторая проблема, которую я отметила, это относится к переводу данных. Ну, мы там разделили по две части проблему. Одна, которая касается справочников, а другая, которая касается уже непосредственно данных в текстовом формате. Что касается справочников, ну, тут проблема решилась таким образом, что мы просто выполнили профессиональный перевод из армянского на русский, и, если я не ошибаюсь, перевод составлял в количестве более 11 тысяч строк, в результате чего мы из армянского на русский перевели все основные справочники, в том числе и справочник профессии. Это самый трудный момент у нас был, но справились. И уже второй такой момент у нас был относительно перевода текстовых данных, да, которые содержатся у нас в текстовом формате. Это уже мы дали возможность соискателю и работодателю самому перевести на русский, потому что те инструменты, которые автоматически переводят из армянского на русский, оказалось, что они этот перевод делают не совсем корректно. Ну, таким образом мы обеспечили, чтобы у работодателей и соискателей была возможность интегрироваться с унифицированной системой поиска работы без границ. Теперь коротко несколько слов о перспективах развития информационной системы ГОРС в контексте проекта работы без границ. У нас сейчас в Республике Армении идет процесс подписания соглашения с Евразийским банком развития для предоставления гранта для реализации проекта «Электронная биржа труда». То есть это означает, что, наверное, мы так планируем, что в 2022 году мы уже разработаем электронную биржу труда, которая будет иметь инновационные технологические решения, что позволит уже электронную биржу труда в контексте перспектив развития работы без границ полностью интегрировать. Ну, наверное, все. Спасибо за внимание. Спасибо, Артене. Мы, конечно же, наслышаны и, честно говоря, наверное, мы рады, что наш проект посодействовал тому, что у вас появился открытый контур. Это же так важно для граждан и для работодателей. Но мы знаем про то, что вы сделали очень большую и огромную работу параллельно с проектом именно по созданию открытого контур и переводу всех справочников и всех данных на русский язык. Спасибо большое. А теперь разрешите передать слово оператору национального компонента от Республики Беларусь Мацукевич Татьяне Юрьевне. Мы знаем тоже, что в ходе реализации проекта у вас вы тоже сталкивались с определенными проблемами, которые успешно разрешили. Вообще, надо сказать, что реализация непосредственно нашего проекта выпала на 2020 год. Что с учетом появившейся новой эпидемии мы очень сильно переживали, что мы не успеем. Особенно, вы знаете, все наши участники и национальные заказчики-координаторы, это Министерство труда, они в этот, в 2020 год были заняты сверх своей обычной работой из-за сложившейся ситуации. Но надо сказать, что мы выполнили все работы в установленные сроки, и не было ни одной задержки, ни по одним работам. Татьяна Юрьевна, вам слово, пожалуйста. Я расскажу немножко по-другому, в другом акценте. Расскажу больше про цифровизацию социально-трудовой сферы Республики Беларусь. Да, у нас большая социально-трудовая сфера, доля рынка труда, информационных систем в рынке труда гораздо больше. Сейчас я немножко расскажу общим, а потом перейду к унифицированной системе поиска работы без границ. Мы являемся оператором национального компонента Республики Беларусь. Учредителем нашего предприятия является Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. Мы являемся подведомственной организацией, называемся Центр информационных технологий Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Я являюсь директором этого предприятия и с 2008 года само предприятие существует. Я его возглавляю с 2013 года и довольно быстро, интенсивно мы продвинулись и дошли до того, что сделали международный проект, который тоже был первый для нас. В настоящее время мы являемся резидентом парка высоких технологий. У нас есть лицензия по защите информации, зарегистрировали свой товарный знак, имеем код предприятия-разработчика и система менеджмента качества сертифицирована на уровне международных стандартов. Вот в целом крупная наша информационная инфраструктура социально-трудовой сферы Республики Беларусь. Она здесь на экране, вы видите, в целом разделена на основные направления и по информационной системе рынка труда я расскажу немножечко попозже. Здесь в целом остановлюсь на системах, которые в области защиты, социальной защиты, в области условий охраны труда. Это большие информационные системы, которые существуют давно. Мы их сопровождаем. Например, государственная информационная система социальной защиты – это система, которая назначает, выплачивает все виды пенсии и пособия в стране. В 2013 году ее перевели на новый технологический уровень. Сейчас ее перевели еще больше. Мы сделали единые базы данных. У нас были распределенные уровни на районном, на областном уровне, республиканском. Сейчас, что очень важно, вот эти крупные системы перевели и создали единые базы данных и разместили на республиканской платформе. Объединение всех этих информационных систем к концу 2020 года, по завершению государственной программы, было посредством корпоративной информационной системы управления социальной и трудовой сферой. Что это такое? Это такой инструмент, это такая прослойка, которая объединила все системы, не только внутри системы и данные, но и позволила получать информацию по конкретному гражданину, независимо, в какой системе она находится. Она целостная и оперативная. Оперативная и актуальная. Корпоративная информационная система управления социальной и трудовой сферы, она внедрена в этом году, работает успешно и позволяет взаимодействовать не только внутри системы труда и соцзащиты, но и межведомственное взаимодействие обеспечивает. Я это расскажу немножко попозже. Система централизованного управления и мониторинга позволила управлять из одного центра программно-аппаратной инфраструктурой системы Минтруда. Здесь на предыдущей сессии было хорошо рассказано про республиканскую платформу Республики Беларусь, где государственным указом президента все государственные органы и организации должны свои значимые государственные информационные системы разместить на республиканской платформе. Это так называемая облачная архитектура. Она показана у нас на слайде. Вы видите информационные системы, это тоже основные, это не все, это основные крупные системы, которые размещены. То есть, по сути, мы сделали следующее. Мы создали единые базы данных, разместили их на республиканской платформе, и это позволило оказывать и услуги в том числе и физическим лицам, и юридическим лицам, услуги через общереспубликанскую информационную систему, ну и в соответствии с законодательством по защите информации. С государственными органами у них тоже есть взаимодействие, межведомственное взаимодействие, тоже в онлайн-режиме. Все это оперативно, актуально и в настоящее время функционирует. То есть, наша система Минтруда идет довольно впереди, поэтому все остальные органы, по сути, подключаются к нам, и работа с информационными системами в режиме «система-система» идет с инициативой с нашей стороны, в первую очередь, потому что всем остальным надо немножко подтягиваться к нам. Ну, а теперь информационная система рынка труда Республики Беларусь. Самое главное – это у нас информационный портал государственной службы занятости. С него все начиналось, его потом дорабатывали, и последовательно создавались информационные ресурсы. Система включает в себя общерепубликанский банк вакансий, автоматизированную систему занятости населения – это система для органов по труду и занятости, сервис электронной ярмарки вакансий, и внизу вы видите – это те информационные системы, которые планируются создать в ближайшую пятилетку. Огромное значение и в развитии информационного портала государственной службы занятости имеет унифицированная система поиска работы без границ. В целом, у нас тоже были трудности в том, чтобы соответствовать все данные, справочники и классификаторы, которые существовали у нас в стране, в базе данных, они должны были удовлетворять унифицированным требованиям. Это, в первую очередь, сферы деятельности. Это то, на чем мы с первого раза столкнулись. У нас в стране нет такого законодательно-нормативно определенного понятия, как сферы деятельности. Поэтому, что мы сделали? Мы действительно заказали, как и в Армении, работу и научно-исследовательский институт. Нам все справочники, все занятия, профессии и должности в классификаторе, которые имеются, перевели и разделили на сферы деятельности. Это действительно большая работа была, проделана дополнительно, что используется тоже, в том числе и на портале государственной службы занятости. Что такое портал? Портал предназначен для оказания услуг, которые предоставляются населению работодателям самими органами. То есть это и инструмент для органов службы занятости, это и инструмент для работодателя и для соискателей. То есть работодатель, имея свою личную подпись, создает свой личный кабинет, самостоятельно управляет своими вакансиями и работает соискателями напрямую через портал. А служба занятости все это видит, все это регистрирует, в том числе они тоже могут это все самостоятельно проводить. То есть мы можем, я как наниматель могу свои вакансии отправить в службу занятости, а могу сама разместить и опубликовать эти вакансии. Соискатели только отправляют свое резюме, имеют свою почту, имеют свой личный кабинет и тоже работают напрямую. Им без разницы, кто это орган по труду или это наниматель. Иностранные граждане на нашем портале могут получать правовую информацию о трудоустройстве в Республике Беларусь. Да, в 2020 году был сделан новый интерфейс портала, но он был не только внешне видоизменен, но и переведен на новую технологическую платформу. Мы, когда работали в проекте «Работа без границ», работали с порталом старой версии. Мы полноценно его интегрировали, работу без границ сделали, работу закончили. И с нового года мы начали работу повторно, чтобы все то же самое проделать на новой версии портала. Это все было сделано досрочно, поэтому «Работа без границ» в новой версии портала работает довольно успешно сейчас онлайн. Вот подтверждают коллеги. Мы на главной странице сделали ссылку. Без входа в личный кабинет сразу соискатели видят, что можно зайти, зарегистрироваться и перейти на работу без границ. Я вам хочу сказать, как только мы опубликовали доступ в работу без границ, у нас в центре работает служба поддержки, сразу же пошли звонки. И несмотря на то, что говорим, надо зарегистрироваться, да, зарегистрировались. Расскажите, что дальше делать, как с этим работать. То есть, в принципе, оно сразу пошло и очень успешно. Ну, немножко об нашей автоматизированной системе управления занятость населения. Это реально просто инструмент для работников службы занятости. Соискатели, граждане, когда приходят, обращаются за помощью с трудоустройством, их регистрируют, ведут контроль, учет. Данные по ним синхронизируются с ЖКХ и с фондом. Вот здесь вы видите, как можно с учетом их функции, можно там проферентационную работу вести, и обучение, и оказать помощь в обучении, меры содействия. Ну, то есть, тут чисто инструменты для работников службы занятости. Есть контрольные функции министерства. Они могут знать, какие пользователи с каких органов управляются, что делают, какие административные процедуры проводят. И в целом на уровне министерства они не собирают информацию «дай мне ту, дай мне эту информацию». Они все сразу видят на своем уровне. Их статистическая отчетность и, в принципе, все отчеты они видят сразу, собирая с этой информацией. Что я хочу сказать. Если наниматель на портале занятости, ну, вот как я, размещаю свою вакансию и хочу, ну, просто пришло время, открылась вакансия, я ее размещаю. Специалист службы занятости тоже это видит. Он контролирует ее. И если где-то у меня какие-то старые данные, они тут же, ну, в режиме онлайн сразу смотрят и предупреждают, и звонят, и на почту присылают информацию о том, что где-то что-то у нас не так. Вот. Здесь имеется общий банк данных вакансии, сразу скажу. Мы за время предыдущей работы, перейдя на новые инструменты, нового портала, объединили общереспубликанский банк вакансий с порталом занятости. То есть у нас это большая база данных, которая официальная, государственная, и предприятия, прежде чем зарегистрироваться и размещать информацию, они берутся в соответствие с регистром, который учитывает, ну, регистр организации. То есть это однозначно проверенные работодатели. Ну, здесь вот показано взаимодействие одного с другим. Службы органов занятости у нас тут тоже на портале есть, можно проверить. То есть человек, который сидит, специалист, он может не знать, что делают другие органы, поэтому однозначно они могут информацию друг у друга получать в онлайн-режиме. Что такое электронная ярмарка вакансии? Это один такой очень удобный инструмент. Е-вакансии. Дополнительный сервис. Все? Заканчиваю. Все, заканчиваю, да. Когда наниматель может, органы службы занятости открывают, значит, ярмарку, приглашают работодателей, и я могу, например, знаю, что у меня будет проект, я могу разместить свои вакансии. Тут же идет информация в СМИ о том, что есть вакансии, и люди обращаются, есть чат. К этому чату подключены и специалисты, и администрации, и специалисты, и можно даже получить в онлайн-режиме профессиональные какие-то вопросы и ответы. Дальше перспективы развития. Я хочу сказать, что мы надеемся, что все-таки у нас сложится работа без границ в будущем, и все вот эти работы, которые мы проводим, будут с учетом унифицированных требований работы без границ. Однозначно. Все, спасибо. Спасибо, Татьяна Юрьевна. Мы тоже надеемся, что вся та работа, которую вы по сферам деятельности сделали, она пригодится вам при реализации цифровой экосистемы нашей. И мы очень рады, что уже сейчас у вас есть в колл-центре звонки по поводу работы без границ. После 1 июля звонков будет еще больше. Поскольку, еще раз повторяю, с 1 июля мы в промышленную эксплуатацию. Еще один момент, который тоже очень важный. У нас, вот Илья говорил о том, что у нас общение идет через почту. Мы в новом портале дорабатываем личный кабинет, чтобы все было как у всех. Вы молодцы, мы как бы тоже будем с этим работать. Я ни в коем случае не имел в виду, что это каким-то образом усложняет процесс. Но для пользователей это удобно. У нас на его рабочую почту приходят сразу уведомления о поступивших приглашениях. Просто как бы это альтернативный вариант. И если, скажем, какая-то новая страна, Узбекистан или Куба, захочет подключиться к нашей системе, были предложения уже такие, то если у них реализовано уведомление через почту, то и такое возможно. Я только к этому, что у нас и технологии без границ. Ну, видите, Илья, вы сказали, а все-таки Татьяна Юрьевна говорит, что будет уже по-другому реализовано. Мы очень рады, я говорю, мы очень рады, что наш проект способствовал не только реализации функционала, который мы заложили в работе без границ, но и дополнительно еще в национальных системах, как в Армении, так и у вас произошли изменения, которые улучшили систему для пользователей. Конечно, однозначно. Теперь у нас участники от Республики Казахстан, к сожалению, очно не смогли приехать. Они у нас онлайн подключаются. Хотелось бы передать слово Брюханову Николаю Юрьевичу, представителю оператора национального компонента от Республики Казахстан, Центр развития трудовых ресурсов. Николай, пожалуйста, расскажите, мы знаем, у вас тоже очень много функционала вашей системы. Расскажите нам немножко о вашей системе и об опыте участия в проекте «Работа без границ». Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня слышно, экран видно? Экран видно, и вас слышно? Можно чуть-чуть, может, погромче только. Хорошо, я постараюсь, буду погромче говорить. Спасибо за предоставленное слово. Я хотел бы рассказать о цифровых инструментах поиска работы трудоустройства граждан в Республике Казахстан. В целом, начать с информации о нас, Центре развития трудовых ресурсов. Мы являемся оператором информационных систем Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Основная деятельность здесь приведена на слайде. Это сопровождение информационных систем социально-трудовой сферы, мониторинг программ по содействию занятости и социальной поддержке граждан, анализ и прогнозирование формирования данных о рынке труда. Об электронной бирже труда. По поручению первого президента Республики Казахстан она была создана и внедрена в 2018 году. Является полноценным оператором широкого спектра услуг, связанных с трудоустройством социальным обеспечением. И оказывает поддержку всем участникам рынка труда. Это соискателю, работодателю, частным агентством занятости. Соискателю во время учебы возможно пройти тест профориентации, сориентировать себя на будущем, на рынок труда, поискать работу, если вы уже выпускник, повысить квалификацию или сменить профессию, если вы уже являетесь работником. Также работодателю оказывает помощь в процессе поиска сотрудников, их развития, переобучения, возможности заключить электронный трудовой договор, направить информацию в режиме онлайн. А частным агентством занятости предоставляет базу данных вакансий и резюме для оказания трудового посредничества между работодателем и соискателем. К электронной бирже труда подключены все центры занятости страны. То есть к электронной бирже труда попадают и в систему backend, скажем так, центров занятости. 44 частных агентства и 5 онлайн-площадок – это вакансии, которые мы агрегируем на своей платформе. Внедрение с 2018 года электронной биржи труда обеспечило в онлайн-режиме трудовое посредничество около 1,5 млн. человек. И к электронной бирже труда на сегодня более 400 тысяч работодателей уже воспользовались услугами и около 1,5 млн. соискателей. Динамику подключения и воспользования услугами можно на слайде увидеть, как с 2018 года происходил рост. Какой эффект мы наблюдаем за счет внедрения электронной биржи труда? Это на 17% вырос уровень трудоустройства за счет этого. Ежегодно с помощью электронной биржи труда трудоустраиваются более 500 тысяч человек. 700 млн. тенге, либо 1,5 млн. долларов. Ежегодно экономят работодатели на поиске кадров. И переход на безбумажный формат предоставления данных в центры занятости. На одном из примеров, показанном на слайде, вы видите, как выросла доля вакансий, которые были размещены в онлайн-режиме. Если ранее нужно было подавать сведения непосредственно в центре занятости, то сейчас работодатели больше используют онлайн-режим. Мы основной целью такой ставим для себя цифровизацию, стопроцентную мер содействия занятости и выделяем на сегодня для себя вот таких три этапа. В 2020 году, в условии пандемии, мы перевели регистрацию безработного и субсидируемую занятость в режим онлайн электронную биржу труда. То есть здесь уже не человек принимает решение, а непосредственно система по данным других информационных систем, собранным, проверяет на соответствие. И если гражданин соответствует тем параметрам, тем алгоритмам, система автоматически проводит регистрацию. И также на сегодня уже доступен выбор активных мер содействия занятости, таких как молодежная практика, социальные рабочие места и общественные работы. Это уже дало сокращение регистрации в качестве лица с 10 до 3 рабочих дней. Упрощение регистрации в качестве безработного, как я уже сказал. Автоматически биржа подбирает вакансии, подходящие к работе на основе компетенции, заявленных соискателем. И тем самым происходит снижение человеческого фактора и коррупционных рисков. В этом направлении работа продолжается. Мы будем оцифровывать и другие меры содействия занятости. Также вот с июля мы запускаем платформу онлайн обучения. Человек может, соискатель, работающий, гражданин, может найти курсы по востребованным в настоящее время актуальным навыкам на рынке труда, обучиться в режиме онлайн, получить сертификат и трудоустроиться. И по направлению поддержки предпринимательских инициатив с 2022 года мы планируем запустить бизнес NBKZ. Это портал, предоставляющий меры поддержки для реализации бизнес-идей, где будет доступно обучение основам предпринимательства и заявки в онлайн-режиме и рассмотрение на микрокредитование и предоставление государственных грантов. Какие перспективы для себя мы обозначаем? Самое ближайшее, коллеги, с чем хочу нас поздравить, это запуск с 1 июля 2021 года нашего проекта «Работа без границ», который позволит нашим работодателям, соискателям, государств, членов ЕС осуществлять поиск работы и подбор персонала. Далее мы также рассматриваем реализацию портала для фрилансеров, интеграцию с международными порталами по этим направлениям для развития гибких форм занятости и формализации трудовых отношений исполнителей и заказчиков. Также работаем над автоматизацией HR процессов, внедрением онлайн-тестирования, проведением собеседований и другие подобные сервисы. В перспективах мы, конечно же, для соответствия трендам современным рассматриваем искусственный интеллект, чтобы более точечно подбирать и сопоставлять вакансии и резюме на основе навыков и других условий трудоустройства. В целом у меня все. Я хочу поблагодарить коллег, представителей национальных операторов и Евразийскую экономическую комиссию в лице вас, Айнур, за ваш опыт, профессионализм, за нашу плодотворную работу, которую мы провели в таких еще условиях, как вы отметили, Айнур, в процессе пандемии такой и успешно завершили этот проект. Я думаю, даже уверен, что он обречен у нас на успех. Будем дальше его развивать. Спасибо. Спасибо. Николай Юрьевич, большое спасибо. Очень жаль, что вы не приехали. Так хотелось вас увидеть в очном формате. У вас очень перспективные планы в рамках развития вашей национальной системы. Мы желаем успехов. И я все-таки надеюсь, что вы будете также принимать активное участие при реализации нашей уже цифровой экосистемы по трудоустройству и занятости Союза. Да, конечно. Спасибо. Будем совместить на сотрудничество. Теперь вот у нас участник от Кыргызской республики также не смог очно приехать онлайн, подключился. У нас вот один представитель от уже национального заказчика-координатора, то есть Министерства труда и здравоохранения Кыргызской республики, Шаршеев Талант Курманбекович. Пожалуйста, вам слово рассказать о вашей информационной системе занятости и о участии в нашем проекте и, возможно, ваше мнение по поводу перспектив развития цифровой экосистемы Союза. Пожалуйста. В первую очередь, позвольте поприветствовать всех участников конференции и разрешите представить вашему обозрению презентацию цифровой экосистемы в Кыргызской республике. В 2019 году в работу Министерства и его территориальных подразделений внедрена информационная система рынка труда, которая отвечает утвержденным правительственным стандартам о действии занятости населения. Информационная система рынка труда автоматизирует процессы оказания услуг гражданам и работодателям на рынке труда, минимизирует их сроки, обеспечивает унификацию рабочих процессов во всех службах занятости, генерацию требуемой статистической и аналитической информации в режиме реального времени. Создан портал «Занятость», который обеспечивает доступ к населению, в особенности молодежи, как наиболее активного пользователя социальными сетями, к информации о рынке труда. Работодатель имеет возможность оперативного размещения вакансий и подбора персонала. Функционирует колл-центр, все услуги оказываются бесплатно. Ключевым документом страны, задающим стратегические направления в области развития, является это национальная стратегия развития Крыльевской Республики на 2018-2040 годы. Также вопросы рынка труда и занятости отражены и в национальных, и в государственных программах, такие как концепция региональной политики на период 2018-2022 годы, концепция цифровой трансформации, цифровой Афгазистан 2019-2023 годы. В рамках внедрения концепции цифровой трансформации, цифровой Афгазистан 2019-2023, переход системы государственного управления в электронный формат, посредством системы межвезерно-электронного взаимодействия Тундук, позволит значительно сократить бюрократию, оптимизировать систему государственного управления и оперативно реагировать на любые современные вызовы, запросы граждан. Ежегодно через службу занятости проходит более 20 тысяч вакансий. На сегодняшний день запущен раздел онлайн-регистрации, где ищущие работу граждан могут зарегистрироваться в территориальных подразделениях по содействию занятости через портал занятости. Результатом внедрения в работу Министерства и его территориальных подразделений информационной системы рынка труда создания портала занятости стали автоматизация процессов оказания услуг гражданам, работодателям на рынке труда, минимизации сроков, обеспечения доступа, поселения молодежи к информации о рынке труда и многое другое. Значение информационной системы состоит в поддержке динамической информационной модели и ее предметной области, то есть актуальным вопросом в связи с населением. Для того, чтобы эта модель была практически полезной, необходимо своевременно и адекватно отображать изменения, которые происходят в этой области. В рамках данного направления ставятся у нас следующие задачи. Это использование новых информационных возможностей и обеспечение доступности информационных ресурсов в сфере занятости населения в целях совершенствования механизма информирования населения о возможностях трудоустройства в различных регионах Республики и за ее пределами. Совершенствование межведомственного обмена с целью автоматизации процесса и сокращения сроков оказания государственных услуг, использование баз данных, содержащих информацию о состоянии и динамике показателей рынка труда, внедрение новых модулей сервисов, как электронная биржа труда, электронный трудовый договор, бухгалтерский учет, взаимодействие с медико-социальной экспертной комиссией. В заключение хотелось бы отметить, что внедрение системы работы без границ расширится возможность для соискателей вакансий и работодателей. Дальнейшая работа в рамках данного проекта будет направлена на интеграцию с международными порталами и внедрение новых сервисов. Благодарю за внимание. Вкратце на этом все. Спасибо большое, Талант Курмабекович, за ваше выступление. Спасибо. Спасибо. У нас участник, конечно же, от Российской Федерации, оператор национального компонента и также координатор консорциума нашего проекта от компании БФТ. Карачинский Павел Александрович расскажет о системе работы в России. Это тоже очень большая база, как вакансии, так и резюме. Ну и немного о перспективах формирования цифровой экосистемы Союза и про проект работы без границ, об участии. Спасибо, Айнур, за предоставленное слово. Соответственно, всех коллег приветствую. Очень рад, что вы приехали. Наконец-то можно увидеть вас очно. Коллег из Киргизии, из Казахстана, к сожалению, к нам не приехали. Но в любом случае мы их всегда ждем, в любой момент, когда они к нам приедут, встретим и готовы пообщаться лично. Достаточно удачно, что я выступаю последним, потому что мне удалось послушать ваши презентации. И очень трогает, что идеи развития очень пересекаются на самом деле, что мы, по сути, не одиноки в этих идеях. Потому что, например, в идее развития краткосрочной занятости лично у меня и интеграции с порталом фрилансеров было разное мнение по этому вопросу. Но вот я вижу, что коллеги из Казахстана планируют развиваться в том же направлении, и это очень радует. Ну и, собственно, я расскажу про экосистему работы в России, которая на сегодняшний день действительно огромная экосистема. Она уже сильно разрослась. К сожалению, не удастся все рассказать, потому что просто ограничено во времени. Но кое-что я успею рассказать. В 2015 году мы создали портал «Работа в России». Это государственная информационная система. Она вписана в закон о занятости. Соответственно, есть нормы, по которым работодатели обязаны работать с этим порталом прямо или опосредованно. Также службы занятости населения. Он создавался как стандартный… Ну, не как стандартный, а как джоб-борд, который объединит службы занятости населения и позволит работодателям и соискателям регистрироваться в свои личные кабинеты и там размещать вакансии, резюме и иную информацию. И, естественно, это был реализован абсолютно удобный поиск. Это фильтрация с вакансиями для отдельных категорий граждан. Это вакансии для инвалидов. И на сегодняшний день это самая большая база вакансий для инвалидов России. Это работа для различных возрастных групп. Это 50+. Что немаловажно, это всегда реальная работа, потому что службы занятости населения выверяют, проводится модерация, предмодерация перед публикацией вакансий и резюме. Поэтому мы всегда уверены, что это настоящие вакансии, что мы минимизируем различные мошеннические организации и вакансии подобного рода. Ну и, собственно, цифры говорят сами за себя. У нас на сегодняшний день самостоятельно зарегистрировалось на портале работы в России 872 тысячи работодателей. Остальные работодатели подают свои данные о вакансиях через службы занятости населения. И таким образом информация появляется на портале. У нас более 4 миллионов резюме на сегодняшний день на портале. Безусловно, здесь, конечно, помогла вот эта ситуация с коронавирусом. Да, я поэтому и сказал, что можно ли так говорить. Но действительно, тут был такой сильный скачок, потому что на портале работы в России это, по сути, было единственное место, где можно было получить пособие в момент локдауна. И мы вот этот сервис там буквально за 2 недели реализовали на всю страну. Вот о нем тоже там дальше немножко расскажу подробнее. В среднем у нас более 500 тысяч посетителей ежедневно, хотя бывают скачки и там более миллиона посетителей ежедневно. На сегодняшний день у нас более 9 миллионов граждан обратилось за пособием на портале. Ну и вот на сегодняшний день там почти 2 миллиона вакансий и более 100 миллионов посетителей с начала эксплуатации. Ну и естественно, у нас огромные интеграционные механизмы, которые мы планируем в дальнейшем развивать. Но вот из основных я бы хотел, конечно, отметить, это интеграция с порталом работы без границ Евразийской экономической комиссии. Это наш любимый проект. Да, вот у нас созданы личные кабинеты для Агентства страновой миграции Республики Таджикистан и Агентства страновой миграции Республики Узбекистан в рамках оргнабора. Ну и также такие коммерческие ресурсы отображают наши вакансии на своих порталах, как вот Яндекс.Работа, Индит и достаточно большой приток посетителей также приходит оттуда. Ну и с органами власти, естественно, и взаимодействие, и про это я тоже там дальше немножко расскажу. И важно отметить, что у нас используются учетные записи для граждан, учетные записи ЕСИА, это госуслуги. То есть тут мы тоже можем быть точно уверены, что гражданин, пришедший на портал, он реален, он подтвержден, он авторизован. Мы о нем знаем по сути все, и паспортные данные, и снился, и все эту информацию. Которые можем потом использовать для обмена. Ну, основные действующие элементы и перспективные элементы. Про первый пункт я уже сказал, это стандартная часть для поиска работы. Мы в этом году, кстати, сделали редизайн портала, провели EX-исследование и сделали редизайн. Поэтому у нас портал стал еще лучше, у нас с 2015 года обновилась визуализация. Поэтому, коллеги, можно пробовать смотреть. Второй большой блок, это боковая бэк-офисная система. Это из регистры получателей услуг. Система была создана достаточно давно, мы ее поддерживаем сейчас. Это система, в которой, по сути, база регистры получателей услуг. Это система, с которой обмениваются данными службы занятости населения. Платформа управления оргнобором для Республики Юзбекистан. Ну и, собственно, в процессе запуска, который готова, система, это подсистема поиска вакансий, работа без границ, подсистема кадрового документа оборота, и вот про две, про подсистема электронного кадрового документа оборота, мониторинг трудоустройства трудовой деятельности выпускников и комплексную систему оказания услуг. Я расскажу сейчас подробнее про те работы, которые сейчас с нами проводятся, которые вот уже в процессе запуска. Да, ну, значит, что про постановку на учет в качестве безработного и получение пособия. Буквально в две недели развернули на портале работы в России, вот это самое острое ковидное время, возможность получения пособия. И самое главное, что пособие можно было получить гражданину в беззаявительном режиме, то есть не нужно было приходить очно. То есть заявление подается полностью в электронном виде, проверяется информация о том, имеет ли право гражданин получать пособие, то есть проверяется информация о его трудоустройстве, вот, о последнем месте работы, времени этой работы, уровне заработной платы. Проверяется информация в отделах ЗАГС на наличие детей, вот, и после этого информация передается в службу занятости населения, и, соответственно, там уже принимается решение, основываясь на вот этих межведомственных данных, о выплате пособия гражданину и размере такой выплаты. При этом мы понимаем реалии, что многих граждан официально нетрудоустраивают на работу. Для таких граждан мы подключили сервис о возможности подачи, ну, сразу заявить о нарушении трудовых прав в трудовую инспекцию, для того, чтобы такому работодателю могла трудовая инспекция выйти и как-то отработать этот вопрос. Ну, и что касается вот системы оказания услуг в сфере занятости. На сегодняшний день у нас имеется, так сказать, децентрализованная система, в каждом регионе установлена своя отдельная система, это и свои отдельные услуги, это региональные услуги, есть услуги уникальные для некоторых регионов. Поэтому Рострудом, Минтрудом принято решение о модернизации в целом служб занятости населения, а мы как партнер, как оператор, как интегратор в данном случае выполняем работу создания такой некой технологической основы для оказания вот этих государственных услуг. И подразумевается централизованный учет услуг, централизованное формирование изменения этих бизнес-процессов на нашей платформе, соответственно, централизованная возможность обращения за услугами именно через портал работы в России, ну, либо через ЕПГУ. И, что немаловажно, это применение современных цифровых сервисов рекрутмента и найма службами занятости населения, чтобы для того, чтобы службы занятости населения были именно такими профессиональными кадровыми агентами для работодателей и соискателей. И вот из таких сервисов мы уже разработали сервис искусственного интеллекта, CV-мэчинга, это как раз сопоставление данных резюме и вакансий. И в новом описании услуги предполагается, что именно CV-мэчинг будет предлагать, ну, как мэчить вакансии и резюме и предлагать заявителю, для того, чтобы снизить нагрузку и требования непосредственно к оператору службы занятости населения. Но, безусловно, с возможностью самостоятельной корректировки выбора такого. Вот это, что касается единой комплексной системы оказания госуслуг в сфере занятости. Также в рамках развития аналитических возможностей портала мы большую работу проделали, тоже большие перспективы в этом видим. Тоже как-то коронавирусная ситуация помогла, тоже достаточно быстро появилась потребность в создании системы мониторинга, оперативного мониторинга рынка труда. Это основные показатели по количеству уволенных граждан, по количеству переведенных на другие формы работы, соответственно, администрационную занятость и так далее. И это в разрезе регионов, соответственно, в режиме онлайн информация поступает. Доступно, соответственно, такой вот оперативный мониторинг рынка труда был доступен практически для всех первых лиц в правительстве. Далее, что мы сделали? Мы сделали мониторинг трудоустройства и трудовой деятельности выпускников. По сути, взяли данные Рособранадзора. Это данные о дипломах по высшему образованию и среднеспециальному образованию. Мы попросили Рособранадзор данные эти обогатить и снилсовать для того, чтобы был общий идентификатор. Далее мы берем данные Пенсионного фонда Российской Федерации, данные непосредственно о трудоустройстве граждан, о их заработной плате, периодах работы. И, собственно, эти данные мэтчим между собой и визуализируем в виде таких удобных дашбордов для непосредственно Министерства труда и Рост труда. Соответственно, также это отдельные дашборды для наших абитуриентов, их родителей, чтобы посмотреть рейтинг вузов, посмотреть, какие на сегодняшний день профессии актуальны, какие вузы выпускают, из каких регионов идет внутренняя трудовая миграция. То есть вот такой информации, по большому счету, до сегодняшнего момента не было. Действительно, мы там, конечно, столкнулись с различными вопросами сверки данных. Сейчас данные до сих пор выверяются, но в ближайшее время эта информация будет опубличена. Это уже точно будет в этом году. И, естественно, мы видим развитие такой системы, потому что, более того, системы развития именно с точки зрения работы для специалистов. Это возможности прогнозирования рынка труда. Я очень не люблю вот это слово прогнозирование. Всегда прогнозировать рынка труда, заглянуть в будущее очень сложно. Но, по крайней мере, это все время витает в воздухе, вот эти правильные слова. Но мы тоже в этом направлении двигаемся. И, по большому счету, конечно, здесь в рамках развития аналитической системы можно говорить о том, что мы развиваем не только мониторинг выпускников. Это действительно, по большому счету, любые граждане. Это могут быть и мамочки, это могут многодетные семьи. Вот такую аналитику мы планируем собирать. Вот хочу подробнее рассказать про электронный кадровый документооборот. На сегодняшний день в Российской Федерации действует федеральный закон о проведении эксперимента в области электронно-кадровых документооборотов. И мы, по сути, создали для этого эксперимента платформу. Также, соответственно, для участия в эксперименте любым работодателям Российской Федерации можно было подать заявление на участие. Вот на сегодняшний день у нас 381 работодатель участвует в эксперименте. И уже подписано более 7000 трудовых документов, оформленных в электронном виде и подписанных электронной подписями. При этом предпосылки, я думаю, особо рассказывать не надо. Для всех понятно, что это большие процессные издержки для работодателя на пересылку, хранение, ну и в целом на такую работу, такие затраты. А еще один момент – это то, что на работе в России у нас есть конструктор трудовых договоров, который создает трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством. Пока это в первоначальных… У меня заканчивается время, да, я хорошо ускоряюсь. Вот, соответственно, какое у нас видение? В этом году закончить эксперимент, перевести его в промышленную эксплуатацию для всей страны и обеспечить возможность работодателям перейти и соискателям перейти и работать с таким инструментом. И в дальнейшем развитии мы видим уже проактивные формы контроля надзорной деятельности, исходя из вот такого посыла. Быстро расскажу, что у нас есть для трудовых мигрантов. Это, соответственно, мой любимый проект «Работа без границ». Две платформы организованного набора для граждан Узбекистана и Таджикистана. И, соответственно, алгоритм привлечения иностранных работников, которые действуют во время коронавирусных ограничений, которые мы тоже очень быстро запускали. Вот. Соответственно, хочу поблагодарить всех коллег из нашего прекрасного консорциума, в котором мы включены, и в Российскую экономическую комиссию. Мы очень, на самом деле, рады и горды тем, что нам пришлось принять участие в таком хорошем, грандиозном проекте, который стал, на самом деле, первым шагом для дальнейшего сотрудничества и правильной работы, и выстраивание, в первую очередь, единого рынка труда, действительно. И у меня просто небольшой… У нас мы с Ильей думали, как немножко отметить это дело, и мы сделали небольшие такие плакаты, коллеги, для вас. Давайте. Да. Значит. Да нет, нет, спасибо, я сам. Давайте. Спасибо большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот. Вот, и, конечно, мы про коллег, я не знаю, кто это камера, видите? Да, коллегам тогда. Да, коллегам из Казахстана и Киргизии, мы, естественно, тоже про коллег. А, так еще надпись на национальном языке, замечательно. Поэтому мы коллегам отправим. Спасибо. А мы, кстати, когда подписывали консерциальное соглашение. Спасибо большое. Мы за. Спасибо большое. Уважаемые участники конференции, мы сегодня хотели рассказать о проекте унифицированной системы поиска работы без границ. Мы вам показать ее вживую и, конечно же, представить нашу большую международную команду. И еще раз мы бы хотели поблагодарить представителей от стран, потому что, конечно же, реализовать такой международный проект на пятерку без совместной кооперационной работы невозможно. Поэтому большое спасибо. Мы надеемся на дальнейшую работу. И, пожалуйста, может быть, мы, в принципе, свои доклады завершили. Если есть вопросы у аудитории, будем рады ответить. Если нет, большое спасибо за внимание. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.